Си Цзиньпин принимает участие в 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Армия Китая провела учения вокруг Тайваня. В МИД КНР осудили решение Вашингтона разрешить транзитную поездку тайваньского политиков США. Власти Поднебесной выступили против ограничений Тайваня на ввоз товаров с материковой части Китая. В Пекине состоялась встреча заместителя председателя КНР с главой МИД Дании. В Чунцине открылся Центр международной коммуникации Западного Китая. Бизнесмены со всего мира обсудили перспективы сотрудничества на Экспо Китай-Южная Азия. Медиакорпорация Китая провела презентацию программ, которые выйдут до конца года. Безвизовый режим для туристических групп из России и Китая набирает обороты. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с официальным визитом в Южноафриканской республике. Здесь он принимает участие в 15-м саммите БРИКС по приглашению президента страны Сирила Ромофосы. В программе поездки также участие в диалоге с лидерами африканских государств. По мнению экспертов, саммит БРИКС может привести к значительному расширению межгосударственного блока. Уже более 20 стран подали официальные заявки на вступление в организацию международного сотрудничества. «Это настоящее событие для Союза БРИКС. Сейчас к нему хотят присоединиться уже более 20 стран, включая Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Индонезию. Межгосударственное объединение БРИКС может стать организацией в противовес Западу в глобальных делах». Профессор Кейптаунского университета уверен, желание стран войти в состав объединения говорит о росте влияния группы БРИКС во всем мире. Армия Китая провела учения вокруг Тайваня. Как сообщил официальный представитель восточной зоны боевого командования, старший полковник Ши И, в ходе маневров военно-морские и военно-воздушные силы отработали взаимодействие кораблей и самолетов, а также проверили их способность взять контроль над проливом. Учения провели с целью проверить боеспособность армии Китая в реальных условиях. В то же время это серьезное предупреждение сепаратистским и внешним силам, которые якобы выступают за независимость Тайваня. Китайский МИД решительно осудил визит в США заместителя главы администрации Тайваня Лай Цинде. «Принцип одного Китая – это фундамент для дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами. В трех совместных коммунике США ясно дали понять, что будут поддерживать с районом Тайвань лишь неофициальные отношения. При этом американская сторона настаивает на том, чтобы позволить Лай Цинде заниматься политической деятельностью в США и продвигать идею независимости Тайваня. Это в очередной раз демонстрирует, что США говорят одно, а делают другое и упорно придерживаются стратегии сдерживания Китая руками Тайваня. Идея независимости Тайваня несовместима с миром и стабильностью в регионе. Это просто тупик. Китай должен быть объединен. И любая попытка заблокировать процесс воссоединения Китая обречена на провал». Поездка Лай Цинде транзитом через США вызвала резкую критику и со стороны экспертов по тайваньскому вопросу. «Он хочет угодить американской стороне и заручиться поддержкой США, чтобы те помогли ему на предстоящих выборах. Позиция Лай Цинде может поставить Тайвань на порог войны. Лучший способ избежать подобного – возвращение к соблюдению принципа одного Китая и мирному совместному развитию». Перед выборами на Тайване почти каждый кандидат отправляется в США, чтобы встретиться с американскими чиновниками. Они всегда гарантируют американским партнерам, что смогут сохранять так называемый мир и стабильность в районе Тайваньского пролива и удовлетворить интересы Соединенных Штатов. Мне кажется, такого рода встреча – это продажа Тайваня. Подобное означает, что США оказывают большое влияние на выборы на Тайване и хотят получить гарантии, что и Лай Цинде сможет следовать их политике». И власти КНР и экспертное сообщество единодушны в том, что визит Лай Цинде в США – это серьезное нарушение принципа одного Китая – суверенитета, территориальной целостности КНР. США своими действиями посылают ошибочные сигналы сепаратистам, и о соблюдении интересов Тайваня со стороны США речи не идет. Ограничения, которые Тайвань ввел на ввоз товаров с континентальной части Китая, нарушают принципы Всемирной торговой организации. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэн Лянь. Расследование Министерства коммерции Китая показало, что ограничения носят дискриминационный характер и противоречат рамочному соглашению 2010 года об экономическом сотрудничестве. Его цель – содействие нормализации экономических связей между обеими сторонами пролива. С начала расследования список товаров, которые запрещено ввозить на Тайвань с континентальной части КНР, вырос на 54 позиции, до 2509 пунктов. Чжу Фэн Лянь также указала, что односторонние запреты наносят урон интересам тайваньских потребителей и призвала как можно скорее отказаться от них. Заместитель председателя КНР Хань Чжен провел встречу в Пекине с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмусеном. В ходе переговоров китайский политик назвал сотрудничество двух стран плодотворным и отметил, что в этом году исполняется 15 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Данией. Также до конца года планируется представить программу практического сотрудничества двух государств с акцентом на продвижении зеленого развития. Хань Чжен также обратил внимание, что Китай и Дания придерживаются принципов мультилатерализма, свободной торговли и экономической глобализации. Он подчеркнул, что Поднебесная продолжит продвигать политику реформ и открытости и готова развивать сотрудничество с Данией. В свою очередь Ларс Расмусен отметил, что Дания высоко оценивает заявленные Китаем цели по достижению углеродной нейтральности. Он подчеркнул заинтересованность Дании в укреплении сотрудничества с Китаем в области зеленого развития и торговли, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. В Чунцине открылся Центр международной коммуникации западной части Китая. Главной целью новой организации стало продвижение региона за рубежом. Кроме того, Центр позволит интегрировать международную коммуникацию и городское развитие. Создание Центра международной коммуникации западной части Китая говорит о том, что регионы начинают активнее развивать международные связи, что улучшит национальный потенциал. Кроме того, в Центре планируют реализовывать проекты по международным обменам, культурному взаимодействию, издательской деятельности и другим направлениям. В административном центре провинции Юньнань-Куньмини завершилась седьмая выставка «Китай-Южная Азия». Одним из важнейших событий стала конференция по торговым связям между предприятиями из КНР и зарубежным бизнесом. Она привлекла 200 китайских и десятки иностранных компаний из самых разных отраслей. Главная цель мероприятия – укрепление деловых связей и расширение доли бизнеса из КНР на международном рынке. Сотрудничество с Китаем всегда было целью нашей компании. Китай не просто наш клиент, а наш партнер. Я считаю, что единственный способ иметь дело с Поднебесной и китайским народом – это строить равноправные деловые отношения. В будущем, независимо от внешних факторов, мы будем укреплять наше сотрудничество с местным рынком. «Считаю, что перспективы сотрудничества между китайскими и зарубежными предприятиями очень радужные. С каждым днем их становится больше. Каждое мероприятие приносит компаниям множество новых сделок и контактов. Наша компания работает в Китае уже более шести лет, но именно этот форум в Юнгане позволил заключить новые соглашения о сотрудничестве. Я надеюсь, что в будущем сделки между компаниями из Китая и других стран будут более масштабными и многочисленными». На конференции участники обсудили актуальные вопросы от рыночного спроса до правил международной торговли. Бизнесмены отметили, что возможность пообщаться напрямую помогла решить множество проблем, в том числе поиск оптимального варианта сотрудничества и выстраивание диалога с потенциальными партнерами. Медиакорпорация Китая провела презентацию 14 программ для новых медиа. Все они выйдут в эфир до конца года. Передачи посвятят модернизации с китайской спецификой, жизни в Поднебесной в новую эпоху, гармоничному сосуществованию человека и природы, а также развитию традиционной культуры Китая в цифровом веке. Премьеры поделили на три категории под общими названиями «Величественные горы», «Многообразие проявлений» и «Свежий ветер дует в лицо». Их общая тема получила название «Новое путешествие в любую погоду». Между КНР и Россией заработал безвизовый режим для туристических групп. На прошлой неделе путешественников из Китая принимали в Москве. Сейчас по упрощенному режиму пересекают границу россияне, проживающие на Дальнем Востоке. На китайской стороне люди, которые следуют по безвизовому списку, они должны быстрее пройти пограничников, чем люди, которые едут по визе по прибытию. Потому что оформление самой визы по прибытию занимает определенное время. Многие туристы едут в Фуюань. Он находится всего в четырех часах езды от Хабаровска. Чтобы пересечь границу, нужно соблюдать определенные правила. Потребитель должен обращаться к туроператору. И уже туроператор формирует списки. Группа не менее пяти человек. Должна выехать в одни и те же даты, в одни и те же сроки туда и обратно. Максимальное пребывание 15 дней 14 ночей. Эти условия по межправсоглашению должны быть выдержаны. Китайцы очень добрые. Они дарят подарки. Возвращают за деньги визу 145 юаней. Всякие скидки на массажи, на рестораны, на кафе. А попасть из Китая в Россию стало проще благодаря электронной визе. Получить ее можно без специальных приглашений, а оформление документа занимает не более четырех дней. Раньше виза делалась почти месяц. В этот раз у нас ушло совсем немного времени на оформление документов для поездки в Россию. Мы так долго этого ждали. И я бы хотел, чтобы сюда приезжало еще больше туристов. Мне очень нравятся в России красивые дикие места, где совсем нет людей. Там только горы, поля, море. Можно прокатиться на кораблике и полюбоваться дикими животными. Многих китайских туристов привлекает природа Дальнего Востока. Туроператоры составили для них специальные маршруты, которые объединяют несколько российских регионов. Им интересно наши открывающиеся возможности в России. То есть это возможность посещения тех же Курил, Сахалина, Камчатки. Поскольку китайский турист, он очень требовательный. Если мы научимся принимать именно китайского туриста, этот сегмент, то тогда у нас и хорошо будет для нашего же туриста. С электронной визой пересечь границу можно практически в 100 российских пунктах пропуска. Для безвизовых поездок также постепенно открывают коридоры. Туроператоры рассчитывают, что в ближайшее время и путешественников из Китая в ближайших городах Дальнего Востока будет все больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова